Альткоины прямо сейчас очень жестко дампятся. Что вообще происходит? То, что мы видим, это не последствия каких-то страшных новостей, а-ля регуляторы атакуют крипту или где-то в Китае запретили биткоин. Нет, это всего лишь техническая коррекция массивного перегретого рынка. Как далеко может зайти эта коррекция и стоит ли начинать паниковать прямо сейчас? Об этом и поговорим в этом видео. Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать на канал, где мы каждый день говорим о криптовалюте. Не забудь подписаться и поставить лайк. Итак, когда случаются падения криптовалют, это происходит быстро и жестко. Это точно то, что происходит прямо сейчас. Я как раз монтировал новый ролик, который должен выйти вечером, когда это произошло. В любом случае, технически это должно было произойти. Посмотри на эту диаграмму. Вверху график цены биткоина, внизу индекс относительной силы биткоина, индикатор, который показывает перекупленность или перепроданность рынка. Обрати внимание, сейчас индекс относительной силы биткоина находится на тех отметках, во время которых в прошлом начинались откаты цены биткоина. Для альткоинов также не помешало бы немного отдыха после того, как они выросли за пару недель на сотни процентов. Эта просадка еще одно доказательство моей стратегии. Всегда частично фиксируй прибыль. Ты не знаешь, что может произойти завтра или даже сегодня вечером. Поэтому лучше зафиксируй свое на росте альткоинов. Обезопась себя от непредвиденных событий. И после таких массивных бычих забегов на криптовалюте могут быть достаточно большие коррекции. Посмотри на индекс страха и жадности на криптовалюте. Всю неделю он был на отметках около 93-95, что означает максимальный уровень жадности участников рынка. Это точно не могло продолжаться вечно. Я знаю, какой вопрос тебя сейчас стерзает. Как далеко зайдет эта коррекция? До каких отметок все это упадет? Мы можем лишь смотреть на исторические данные и пытаться предугадывать действия биткоина и альткоинов. Но сразу же предупреждаю, ни один человек не может сказать тебе, что 100% случится в будущем. Прежде всего нужно понять, что это падение альткоинов не связано ни с какими новостями. Это обычная техническая коррекция, которую можно было увидеть даже на индикаторе относительной силы, который был сильно перегрет, да и до сих пор таковым остается. Поэтому коррекция сейчас это естественно. Это график рыночной капитализации альткоинов без биткоина в период с 2020 по 2021 годы. Посмотри, в среднем коррекции на нем были 20 или 30%-ными. Конечно же, некоторые альткоины могли упасть больше, некоторые меньше, но мы говорим про рынок альткоинов в целом. Например, основные альткоины, такие как эфириум, могут дампиться во время коррекции не так сильно, как альткоины, которые намного меньше эфира. Те могут падать на 50, 60 и даже 70% во время коррекции. Во время буллрана 2017 года мы наблюдали 4 распродажи на рынке альткоинов. И тогда они были просто оглушительными, около 50%. Но теперь самый главный момент этого видео. Многие паникуют, но зачем? На самом деле, эти массивные распродажи альткоинов являются ничем иным, как невероятными возможностями, чуть ли не историческими моментами для того, чтобы накопить альты подешевле. Тогда, в 2017 году, такие распродажи сопровождались криками ужаса. Но теперь, кто воспользовался теми коррекциями, давно получили как минимум десятки процентов, но зачастую сотни процентов прибыли. Запомни, мы покупаем, когда рынок падает, просто ниже некуда, и продаем, когда рынок зеленеет, как весенняя листва. Только так делаются деньги на криптовалюте. Я понимаю, это очень сложно делать психологически. Но, видимо, в этом и заключается суть. Не просто купил-продал, а провел большую работу, как в направлении исследования рынка, так и над самим собой. Прямо сейчас, если ты планируешь купить, дождись подтверждения разворота, а не пытайся ловить падающие ножи. То, что сейчас происходит на рынке, похоже на падающие ножи. Хочу показать этот график рыночной капитализации альткоинов. Давненько мы не видели таких больших красных свечей на нем, как сегодня. Но очень хороший знак заключается в том, что мы отскочили от глобальной трендовой линии. Если мы укрепимся выше нее, это и будет подтверждение разворота и продолжение роста альткоинов. Если же мы провалимся ниже нее и затем, пытаясь вернуться обратно, оттолкнемся вниз, тогда придется ожидать продолжения коррекции. Надеюсь, ты понял, что я хотел объяснить. Но на самом деле, я не знаю, почему все так паникуют и за 5%, и за 10% падения. За последние полмесяца вся рыночная капитализация альткоинов чуть ли не удвоилась. Что совершенно безумно. Тем не менее, взял на себя смелость показать тебе еще один график, на котором отмечены цели, если падение продолжится. В случае таких масштабных коррекций, как в 2017, именно на эти цели будет ориентироваться рыночная капитализация альткоинов. Три цели. Минус 16%, минус 28% и минус 40%. Но я хочу напомнить, это не конец бычьего рынка. Кто-то серьезно так подумал? Рыночные коррекции, это нормально. Они необходимы, не бывает роста без них. Да, это может быть страшно, особенно если ты новичок и сталкиваешься с этим впервые. Именно поэтому я советую фиксировать прибыль. Забирать свое с рынка. Оставлять только лишь заработанное в активах. Так твои эмоции будут совершенно безопасными для тебя и твоего кармана. Серьезно, ты иначе будешь смотреть на этот рынок. Коррекции остужают рынок, нормализуют перегретые индикаторы и выравнивают баланс жадности и страха. Но самое главное, они дают возможность купить, если ты собирался покупать, но ждал, когда все станет дешевле. Альткоин, который ты жаждал купить, несколько дней назад был на историческом пике. Теперь он упал на 20%, идеальная возможность прикупить. Но, к сожалению, большинство людей сделают все наоборот. Продадут подешевле и купят подороже. Так всегда было и будет. Такова человеческая психология. Они купят альткоин на историческом пике несколько дней назад и продадут в панике сегодня, когда увидят минус 20%. Затем, когда этот альткоин снова начнет расти, они купят его прямо на росте. Обычно так и торгуют. Просадки и коррекции нужны, чтобы купить. Рост нужен, чтобы продать. Итак, самый важный вопрос на сегодня. Какой альткоин ты собираешься купить на этой коррекции? Напиши в комментариях под видео. А также подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируй, делись видео с друзьями и обязательно богатей. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом видео. Пока. Вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии. Все они разваливаются. Почему же это происходит? Потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Это центральные банки. Центральные банки, комиссары, манипулируют процентными ставками. Когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик по сути оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. Субтитры создавал DimaTorzok